Добрый день, уважаемые зрители! В эфире передача в гостях у Большого Канца. Но сегодня у нас такая передача в гостях у Большого Зала. Ни разу мы выпуск не снимали. Решили мы сделать это сегодня. На примере самой хард-просто тренировки. День ног. Да, прошу заметить, что опять кто-то сделал и не собрал шоку. Так делать нельзя. Большие дяди за это могут просто дать шок. Да. Снять мы решили выпуск в зале под влиянием того, что сейчас в Москве находится. Именно. Да. Нет, с этих вечера уже улетел. Да? Уже все? Ну, да. СМПро закончился и в Сити отправился в Метрофлекс. Да, он сказал, что в России очень жесткий тренировок. Ну, да, потому что у нас такой Метрофлекс местный. Ну, он на самом деле только мы его так называем. Ну, и только мы к нему относимся. Ну, и только для нас он им, в общем-то, является. Ну, и только мы к нему так относимся. Да, потому что тут еще один боец такой старой школы, который воспитал нас. Айронгайз. Айронгайз? Нет, Саня. Женя, он у нас такой коуч. До сих пор. Вайф коуч. Да. Не коуч Эммерсон. А именно вот. Вообще, коуч Эммерсон, он тут есть, но он, слава богу, сейчас не в кадре. Но, возможно, мы его продемонстрируем. Кто это? Он там. Он там, вот. Вообще. Так, я думаю, надо Гансу небольшой ассист показывать. Мы снимали выпуск, рассказывали про то, какое здесь происходит у нас зверство, в плохом смысле этого слова, к сожалению. Не понял. Один? Ну. Вон он, висит. Где? Вон он. Спрятан. А, да. Ну, вот видите, к разговору о том, что здесь происходит нездоровое зверство, зажимы в разных местах. Рассказывали про мистера Бич, которого зовут Зверь. Зверь из сала. Слава богу, его здесь нету. После выпуска он исчез. Возможно, он его посмотрел. Если ты его посмотрел, то я, может быть, какую-то долю уважения к тебе появится, что ты смог завязать. Хуйней. Но нет, на самом деле. Вот. Мы рассказывали, играя в ТК, вот теперь мы будем рассказывать, играя в зал. Просто что-то никто не думал, что мы играем только в ТК, и ничего при этом не делаем. Да. Так выглядеть не надо. Поэтому сегодня мы все. Ну как, все мы не покажем. Покажем очень немного. А, давай поезд. Ну, попробуй. То есть это тоже очень сильно ДВР. А ты сегодня будешь приседать? Да. Хочу попробовать приседать. В последнее время очень большой фьюд. С приседом. Он очень сильно крамит мне ноги. Виноват я, естественно, в этом сам. Жрать, конечно, тоже круто. Но, блин, приседать все-таки... Ой, бестон, 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 бестон. Жрать круто, но приседать все-таки веселее. Приседать еще круто. Да. Давай до разной. Вайт, вайт. Шестьдесят? Пятьдесят? А? Пятьдесят? Пятьдесят очень. Пятьдесят очень с вами. Ты сразу зверх зажимы повесил? А где второй? Блять. Ах ты. Да. Раз у нас, так как у нас обычно выпуски происходят во время боев, сегодня исключения не будет. Ганс сейчас отправляется в бой. Мы сейчас посмотрим, что он может нам показать. Да. Вес просто сак. Это наш, даже близко, не рабочий вес. Хотя какой здесь рабочий вес, сейчас сказать тяжело. Я в прошлый раз приседал 80, но я немножко охерил. Но... Приседаем мы далеко. Приседаем мы далеко не каждую тренировку. Мы чередуем вот с этим вот, с этой темой. В следующий раз, кстати. Да. Хотя я в прошлый раз приседал, но из-за того, что в прошлый раз у меня не все получилось, я решил повторить. Сегодня. Ганс в прошлый раз получил шот на ваншот. И не смог продолжить бой. Нет. Нет. Сссс. Ссс. Казалось. Ссс. Тебе, наверное, надо поймать Рэйч. Ссс. Звонил человеку, который ВКонтакте называется Гром. Гром. Гром тревосклицательных знаков. Если вдруг это смотришь... Да, во-первых, возможно, Серега The Beach Rama сказал, что боец, которому звонил Гром, он похож на Андрея, но на самом деле боец этот вот. Звонил ты мне. Если что, я тебе сделаю такой краш, о котором ты даже не догадываешься. Да, потому что мы видели тебя ВКонтакте, ты просто сак. То, что у тебя есть страйкбольный автомат, это полная хуйня. Мы с Гансом из таких автоматов друг в друга стреляли просто так. Да, и мы просто... Я тебя найду и тебя разъебу. Но когда мне это будет легать? Сейчас я пойду. А, ну, теперь... Теперь оператор отправляется. Сводом у нас не получается, потому что их всего лишь одна. Вот это есть проблема нашего зала. Я еще раз присяду и пойду сюда. В метрофлексе можно приседать по всему залу, но у нас весит не улажаемый. И вообще... Вообще у нас в зале очень есть колджей, он считает, что тот, кто делает ноги, он просто сам. Вот мой важный. Весят очень сам. Покажи правильно, как надо приседать. Возможно, вот это вот сейчас вес, который оптимальный вес, это человек по метро. Может, разумеется. Ну, вообще... Ну, вообще... Бронка просто сам. Вот так. Ну, мой присед, наверное, мы не заканчиваем съемку, пока не закончим бой. Потом мы еще присед, я думаю, мы заснимем. Да и жим, наверное, заснимем. Ну, заснимем. Да я сжать не буду, я буду приседать. Ну, ты будешь приседать, я буду сжать. Я пойду приседу еще раз. Что можно сказать еще? Ну, вот сегодня, сегодня, неделя четверг. Да. Сегодня тут, в общем-то, не очень фулл-карт. К сожалению, никого из известных личностей здесь нет. К сожалению, да. Да. К сожалению. Ну, вот мы встретили еще одного нашего босс-брата по имени Геннадий. Да. Но он уже тренировку свою закончил. Слава богу. То, что нету никаких бойцов из разряда в бич, это очень круто. Потому что, когда у нас был железный марафон, у нас тут присутствовал зверь. Но, бля, это придало нам такую ярость, что мы затащили этот марафон просто, бля. Ну, да, когда зверь тут был. Тогда бы сделали нормальный марафон? Да. Такой. А как тут раз? Помню, что у прапора спросил. Да. Я помню, что у прапора вообще расспросил. Знаешь, что такое железный марафон? Как у него подгорело. А вот очень многие не знают, что такое железный марафон. А если его знают, то, в общем-то, этой информации мало чем пригодится. Да. А вот что это значит, каждый для себя решит сам. К примеру, своей осведомленности. Да. Для кого-то это 55, но для кого-то может быть напоминание о темном прошлом. Или о светлом будущем. У нас тут не очень уважают, конечно, съем в зале. А так можно было бы показать. У нас тут есть живой пример. И очень осом тренеров. И очень сак тренеров. Но мы их снимать не будем. Ну, хотя вот. Вот, цель, что у нас живой применяться. Ага. Видите, у нас там стоит. Оксана. Это Оксана, да. Она мастер-тренер. Она, ой, мля. Да, какая-то такая жабкая пара, у Оксаны есть не только. Да. Тут нет тренера, которую мы называем Alexa Bliss. Она, мля. Но у нее тоже там... Она тренер. Она... Это она, да? А, это Кармен. Да. Алекса Bliss сегодня нет. Нет нашего тренера-брата. Ну, был вот тренер Алексей, но Алексей нам не прав. Он, он с Apple. А вот мастера-тренера, который Коуч Эммерсон. Я снимать его не хочу, потому что... Ну, его нахуй. Ну, он, вон там, если что, он там гоняет. Тренет. Фу, хуй пойму. Ну, он сам не тренет вообще никогда. Не, он тренет. А, он бегает и делает развод гантелей, которые, ну, бля. Которыми мы даже не разминаемся. Гант все пытается фармить. Взбивает X2. Фу, хуй пойму. Это уже 70, да? 70 уже. Да. Ну, знаешь, Садится 70, но ног менее болезненнее, чем 50. Для коленей не садится 50. 50 вообще сак вес. Хотя были времена, когда мы только начали тренироваться у Сани. Садиться с пустым грифом было просто нереально. А я помню, до сих пор я помню этот момент, когда я сделал, сел 4 раза с пустым грифом, и в пятом разе он мне сказал, задержись внизу. Я страдал. Я просто... Я, не знаю, я ненавидел все вокруг. Я думал, что я сейчас отстокну. Ведесанин мне еще и пизды за это даст. Да? Смотрите, какой тут приседает зигай. Тихо. 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 Я даже, наверное, приседу еще раз. Дон, стоп, приседай. Че, больше хочешь? 80. 80 уже было сложно. Вы не ищете людей? Нет. Особенно, когда раньше мы приседали за 100. Говорить о том, что 80 сложно, не очень круто. Но, к сожалению, что есть, то есть. Сейчас. Вот, вот это. Вот этот сакер, которого я снял сейчас с увеличением. Бля. Если вы когда-нибудь увидите его в зале, если вы решите ходить в Портленд и вам предложат его в качестве тренера, просто смело шлите на хуй. Да. Лучше подождите, когда будем тренить мы. Подойдите, скажите, за клап, брат, я фанат вашего шоу. Сделайте из меня бидгай. Себя. Да. И мы го. А может не го, смотря кто подойдет. Это тоже очень немаловажный фактор. Да. Таинство бидгайз раскрываем не только ли всем. Да вообще не всем. Потому что мы, честно сказать, даже себе-то их раскрыть не можем. Да. Нам помогают и то. Вот 80. Ни один из наших оппонентов, с которыми нас вьют, столько даже не весит. Ну да. Да. Они считают, что они очень быстрые и резкие, но на самом деле они просто сак. Все наши оппоненты, они очень, очень сильно дают твои. Вот может на зло им подтянешься? Да. Они считают, что они турникмены from hell. Но я должен подтянуть с ногу в турниках сразу. Го! Ну вот, видите, то, что вы считаете своим преимуществом, мы можем так делать просто так. Между подходами. Да. В этом зале у нас достаточно много народу. Бывает мы приходим, здесь нет никого. Это очень круто. Где у нас еще на последний оргул? Го. Бой начинается. Аааа! Тс! 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 А вот при 80 колени не болят вообще. Чем больше вес, тем лучше. Продолжаем приседать. Не надо думать, что это очень легко. Нет, это не легко. Даже приседать в 50 колени для нас, конечно, легко. На самом деле... Ну как легко? Просто... Да, это мои слова. Да, если ты думаешь, что я иду тебя страховать, то ты ошибаешься. Просто круговой съем. В прошлый раз 80 было намного лучше. Ну, потому что ты приседал не взводом. Да. Ты же знаешь одному, бои тащить тяжелее. Давай, переходящий титул. Вот такой титул, который у нас всего лишь один. Пока. Да. Я перестану загибать на воркауты. Я купил фарма. Когда ты найдешь другой воркаут. Ну не, я уже выпью из них долги. А, ну. И фарма. Не уплата. И титул. Да. Короче, вон такой. Еще. Два раза сядем. Сейчас 80. Ну, в смысле два подхода. Так. Это можно будет даже не снимать. На палцу поставишь все. Он выключится. Выключится? Ага. Рено. Что я хотел бы снять, как мы сядем 90. Ну давай повесим 90. Сядем 90 сейчас. После еще двух подходов, возможно, мы сядем 90. После еще двух подходов, возможно, мы сядем 90 сейчас. 90 уже не так будет усом. Это сколько надо добавить? Пятерку надо искать. А тут одна есть. А тут одна есть. Пятерку надо искать. Пятерку надо искать. Заряжаем боекомплект. Голдовый боекомплект заряжаем. 90 это уже... Ну, 90 даже я не вешу. А я вешу. О! Ты у нас парень большой, не малый. Гром. Если ты смотришь, знай, я вешу не 90. Ты должен понимать, я тебе ударом смогу сломать жизнь. Вот это правда. Если ты продолжишь меня заебывать по ночам, я к тебе приеду. И вообще, надо сказать про вот этих вот людей, которых натравил Серега Доберич Храмос на Гансе. Бля. Но, пацаны, лучше сразу подумайте, нужно вам это или нет. Во-первых, подумайте, за кого вы впрягаетесь. А во-вторых, подумайте, кто может впрячь из-за нас. Те люди, которых я могу привести в Мажай. Хе-хе-хе. Вам даже в самых кошмарных ценах можно присниться. Да. Ну, просто даже вот чисто, ну так, кто-то может быть. Вот, какой-то стрейкболист непонятный. В основном это алкаши, псевдофутболисты. Ну, может быть, по мнению самих этих бойцов, какие-нибудь достаточно посредственные околофутболисты. Ну, бля. Я привезу с собой футбольную фирму. В общем, бля, ребят, вы все ссак. И вот такие вещи делать просто, это просто неправильно. Ну, просто зачем? Я не знаю, да. Да и вообще, вот Серега Добич Храмос, конфликт у тебя и у Ганса. Зачем ты впутываешь туда других людей? Непонятно. Да. Просто даже вот так вот заметит. Нет, понятно, он просто, ну, принял целение, что когда у тебя конфликт с одним клубом, так ладно. Нет, но все равно, как бы то ни было, Ганс с тобой вопрос и старался решать сам. Ты же все пытаешься втянуть туда непонятно каких-то бойцов, какую-то толпу собирать. Пойми, пострадают невинные люди. Да? А ты опять убежишь. Ты любишь обоц. Скорее всего. Как хата майора. Как хата майора. Как хата майора. Как хата майора. Как хата майора, да. Это такой гон, миздец. Ганс настолько жесткий, что на высовой хату майора мусаки. Конечно же, это неправда. Откуда он вообще это взял? Ну, это расчет на то, что ты, наверное, не знал конкретно, что где, где чего. И поверишь в такую байду. Он не знает о том, что я знаю про него все. Да. И он думает, что тебе станет страшно. Нет. Мне было очень смешно. Да. Было круто. И дизастеру было очень смешно, когда я ему это прислал. 90, это почти 100. 90, это уже прям серьезно. И сын. Что свачно? Ну, ох, чувак. Ну, смотри, 90, это уже прям серьезно. Да, 10 килограмм районса вроде. Включим как бы все. А можно, наверное, передачки? Да. Так что сережка. Вот так. У меня нога. Нога. Она больше... Сними ногу. Я снимаю. Она больше, чем рамос. Какой шот у меня левый, ты знаешь. Не по наслышке. Да. Для такого человека, как Гром, например, это, возможно, будет шот на ваншот. Куда бы он не прилетел. Конечно, будут цельцы в район Джо. И Джо. И Джо. Андрей знает, каково это. Получить левую в Джо. Да. Андрей ее знает об этом столько, что... Андрей, если у тебя будет возможность, передай бойцам, если ты все-таки как-нибудь следишь за нашими выступлениями, передай Грому, Рамос, собственно. Заказывайте. Как я здесь сделаю еще много раз? Ну, я сделал три. Четыре сделал? Тем более. А я даже буду. In control. Это непросто. Да. Ух ты. Ну? В 90 ты присел. Ну вот. На этом можно. Вы, как всегда, в бой затащили. Да, давай мы что-нибудь вместе уже скажем. Вы все те, кто по каким-то причинам нападает на деклам. Зачем? Мы не задроты, которые херачат в ТК. Мы задроты, которые херачат людей на улице. Так скажу, как Шварц. Пока вы херачите в ТК, мы тренируемся. А потом тоже херачим в ТК. Да. Все, это было шоу в гостях у большого ганца. И там и там мы доминируем. Да, это было шоу в гостях у большого ганца. Деклам. До новых встреч.